МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗОЛОТО для Германии. Почему украинские фигуристы уезжают из страны и завоевывают медали под чужими флагами? Мюнхен, день второй. В столице Баварии продолжает работу конференция по вопросам безопасности. И Украина снова в повестке дня. Выступление президента, украинский ланч и отмена встречи Нормандской четверки. Все подробности в материале Татьяны Лагуновой. Миротворцы ООН на Донбассе как шанс обеспечить выполнение минских договоренностей. Перспективы миссии одна из наиболее обсуждаемых тем в Мюнхене. О ней говорят и в кулуарах, и с трибуны. Это инициатива, которую я предложил еще в 2015 году. И теперь весь мир поддерживает эту инициативу. У Москвы есть шанс проявить способность к компромиссу и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая неконтролируемую часть украино-российской государственной границы. Развертывание этой миссии, прекращение огня и отвод тяжелого вооружения могут стать предпосылкой для поэтапной отмены санкций. И в этом случае мы немцы, мы европейцы должны предложить инвестиции для восстановления Донбасса. Самое обсуждаемое сейчас предложение так называемый план Расмуссена. Это отчет, который по заказу бывшего генсека НАТО Андерса Фуграсмуссена подготовил американский институт Хадсона. Предлагается направить на Донбасс 20 тысяч миротворцев ООН, плюс 4 тысячи полицейских. Мы предлагаем сформировать миссию представителей европейских стран, которые не входят в НАТО. Я бы, конечно, был бы рад задействовать и страны Альянса, но Россия наверняка будет против. Поэтому мы предлагаем такие государства, как, например, Финляндия, Швеция, Австрия. Миротворцев ситуацию на Донбассе и реформы в Украине обсуждали и на украинском ланче. Его уже второй год подряд в Мюнхене проводит фонд Виктора Пинчука. Наши друзья должны понять, что украинцы защищаются от атаки, направленной против всех нас, и что без мира в Украине не будет безопасности и для Запада. В то же время наши друзья хотят быть уверены, что и украинцы учат свои уроки. Мы должны бороться с коррупцией, обеспечивать верховенство права, реформировать экономику, армию. Россия добилась того, что появилась Украина, которая знает свою идентичность, которая стала более объединенной, более прозападной, чем когда-либо ранее. То есть, по сути, вмешательство России приводит не к тем результатам, которых бы ей хотелось, а к противоположным. На ланч взглянул и президент Украины после ряда двусторонних встреч с Генсиаком НАТО и президентом Еврокомиссии, министром обороны США, премьерами Великобритании и Польши. С Матеушем Моровецким Петр Порошенко обсудили скандальный закон об Институте национальной памяти. Польша является нашим стратегическим партнером, Польша является нашим адвокатом в вопросах европейской интеграции. И мы должны делать все возможное для того, чтобы прибирать с порядка дня вопросы, которые чувствуют, которые расколют нас, и объединяться вокруг надзвичайно важных для Украины вопросов. Мне кажется, что эта позиция была поддержана польским премьерам, и мы найдем понимание. Сейчас Киев ждет рассмотрения закона в Конституционном суде Польши, как, впрочем, и другие страны, которые критиковали документ. А вот встреча нормандской четверки, которую планировали провести на полях конференции, так и не состоялась. Вчера из-за незапланированного отъезда министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в Берлин. Сегодня он вернулся в Мюнхен, но согласовать время для переговоров так, чтобы смогли все участники, уже не получилось. Дипломаты, впрочем, просят не строить конспирологических теорий. Четверка сорвалась только из-за логистики и обязательно состоится, но уже не в Мюнхене. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Объединиться с ведущими мировыми лидерами, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом во время конференции по безопасности в Мюнхене заявила инициатор платформы «Женщина за мир» Наталья Королевская. Она обсудила мирный план урегулирования ситуации на востоке Украины. Лидеры разных стран вместе с экспертами поделились опытом разрешения конфликтов и достижения мира. Очень важно, когда мы объединяем усилия для поиска новых конструкций мира. И очень важно сегодня, особенно для нас, для нашей страны, где четыре года страдают люди, найти правильные решения. Мы сегодня предлагаем наш план. Это активизация нормандского формата. Это выполнение резолюции ПАРЭ. Это сегодня миротворческая миссия ООН и решение политического пакета в украинском парламенте. Десять вражеских обстрелов за день. В районе АТО боевики продолжают использовать запрещенное крупнокалиберное оружие. Противник накрыл позиции наших бойцов недалеко от Луганского, Троицкого и Крымского. Неспокоенная минувшая ночь выдалась и для украинских защитников на Донецком направлении. Наш военкор Ирина Баглай продолжит. Этот участок фронта в районе оккупированной Еленовки достаточно тихий. Но накануне, посреди ночи, боевики интенсивно начали обстреливать украинские позиции. Работали с посадочкой, с блиндажа. Танчик работает спереди нас. Беха тоже там на дальнейке у нас стоит. Начался стрелковый бой, просто начали работать стрелкотня. Был запрос на помощь соседней позиции, то есть соседняя позиция поддерживала, помогала прикрывать. И потом в итоге по соседней позиции начало работать СПГ, АГС и завершилось все обстрелом миномета. Работали прицельно довольно, поэтому, наверное, есть корректировщики. На огне стрелкового вооружения пехотинцы могут отвечать позиции боевиков через поле, в прямой видимости. А за ним уже село Сигнальное. Его окраину боевики используют как свой укрепрайон. На окраине села, в этих домиках и перед этими домиками, получается, нарыто их ходы с получения, укрепления, то есть кукушки. Воя оттуда частенько по нам работает снайперка ПТРД или ПТРС 14,5 калибр. А вот минометные расчеты наемников скрыты от наших военных. Огонь из них противник открывает уже из-за домов мирных людей. Даже вспышек от выходов не видно, говорит командир. Мы визуально не наблюдаем откуда, то есть они где-то за посадками или за какими-то домами, за укрытиями. Минометный обстрел длился час. За это время пехотинцы насчитали до 10 разрывов мин. Такое обострение на своем участке бойцы объясняют ротацией у противника. Несколькими днями ранее в селе Сигнальном на железнодорожной станции было зафиксировано активное движение. Боевики разгружались. Слышали, то есть подъезд эшелона, вот, была разгрузка техники, то есть слышно было, как работали боевые машины пехоты, разгружались, перемещались. Мы начали слышать уже работу прогрева боевых машин пехоты, танка противника и начались обстрелы, то есть наших позиций. Вот там дальше, в Долине, получается, у них там стоит. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Сергей Байдала, из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Арестованы подозреваемые в жестоком преступлении в Донецкой области. Об этом сообщает нацполиция. В умышленном убийстве семьи в Великой Новоселовке обвиняют трех человек. По версии следствия, 6 декабря 2017 года они проникли в дом предпринимателей. Пытали и убили отца, мать и их 23-летнего сына. Преступников арестовали на месяц. 18 февраля 2015 года украинская армия вышла из окружения в Дебальцево. Реальное количество погибших до сих пор неизвестно. О тех событиях сегодня вспоминали их участники и родственники погибших. Подробнее расскажет Станислав Кухарчук. Вот так ровно три года назад 128-я горнопехотная бригада пыталась сдерживать боевиков. Почти месяц украинская армия вела здесь ожесточенные бои. В это время в Минске активно шли переговоры о мирном урегулировании конфликта. 18 февраля, оставшись по сути в окружении, украинские воины вынуждены были покинуть Дебальцевский плацдарм. Спустя три года после этих жутких событий бойцы 128-й бригады не скрывают радости при встрече с боевыми попротивами. Для них сегодня в Черкасах волонтеры устроили вечер памяти защитников Дебальцева. На встречу в Краеведческий музей приехали ветераны и их родные. Катерина в поисках отца внимательно всматривается в фотографии музейной экспозиции. Виталий Вергай погиб 6 февраля, прикрывая выход раненых под селом Редкодуб. Едва сдерживая слезы, Катя вспоминает, что перед смертью не успела сказать папе самые важные слова. Как сейчас помню, он позвонил и сказал, что все нормально, нас выводят, я тебя люблю. И поклав трубку, я не успела ему сказать взаимные слова любови. В боях на Дебальцевском направлении погиб 21 житель Черкасской области. Все ребята были из разных подразделений, рассказывает комбриг горно-пехотной бригады. Даже спустя три года Сергей Шабтала не может назвать точные потери своей бригады в Дебальцевском котле. Лишь уверяет, ребята совершили настоящий подвиг. Они выполнили это задача, держали противника, нанесли ему втраты, чтобы он дальше не мог выполнить свои задача. А так бойцы третьего полка специального назначения в Кропивницком помянули своих павших побратимов. В Дебальцевском котле погибли капитан Юрий Бутусов и старший сержант Виталий Федитник. Еще для двоих спецназовцев бои за Дебальцевский плацдарм продолжаются и по сей день. Три года назад, 16 лютого, перед нашей частью, перед нашими группами, стояла задача вывести, допомогти выведению колонн из места Дебальцева. Наша группа начали с капитаном Юрием Бутусовым, попала в заседку. Точных официальных сведений о потерях украинской армии в Дебальцевском котле пока нет. По данным журналистов, меньше чем за месяц боев погибли 159 наших бойцов. 118 попали в плен, еще 36 пропали без вести. Станислав Кухарчук, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Националисты напали на здание компании Россотрудничество в Киеве. Об этом говорится в сообщении националистической организации СИЧ в Фейсбуке. По информации СМИ, в помещении находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу «Ревизор». Всего в здании было около ста человек. Протестующие оставили надписи на стенах «Далой агентуру», «Чемодан вокзал России», «Свободу Сенцову», а также название своих организаций. Вооруженные разборки в Ивано-Франковской области. Накануне поздно вечером в поселок Макуличин нагрянули члены национальных дружин. Люди в камуфляжной форме с оружием приехали якобы защитить лес от вырубок. Местные жители заблокировали их и вызвали полицию. Между сторонами началась словесная перепалка, которая едва не переросла в драку. Правоохранители задержали дружинников, изъяли два гладкоствольных ружья и пистолет с резиновыми пулями. Известно, что это жители Ивано-Франковска, Киева и Харьковской области. Опросив их, отпустили. В полиции заявили, что дружинники не имеют права действовать самостоятельно. По этому факту открыто уголовное производство. В Одессе очередной скандал. В первый же день после возвращения мэра Геннадия Труханова на рабочее место сессия Горсовета прошла под серию громких земельных споров. Все подробности в нашем материале. Больше часа депутаты Одесского горсовета обсуждали на сессии земельные вопросы. Так долго из-за большого количества скандальных объектов. Некоторые сняли с рассмотрения, остальные утвердили. Так почти полгектара на французском бульваре отдали коммерсантам под строительство жилищно-гостиничного комплекса. Объемная высотка появится возле театра музыкальной комедии, который и так уже окружен многоэтажками. В оппозиции говорят о знаменитом шарме этого исторического уголка Одессы. Теперь можно забыть. Вот вы видите перспективу застройки. Большие дома, которые убивают полностью вот это начало французского бульвара. Сейчас он уже переполнен. И власть вместо того, чтобы подойти к реконструкции именно французского бульвара, это назрело. Наоборот, выдает разрешение на застройку, окончательно его убивает. Но наиболее жаркие споры вызвали земли санаториями Нечекалова. Здесь же, на французском бульваре, частной структуре отдали в аренду 3,5 гектара. Это как 5 футбольных полей. Подарок королевский. Участок охватывает и верхнюю террасу санатория, и морские склоны. Пересекает пешеходную зону трасса здоровья и заканчивается непосредственно на побережье. Все это якобы для обслуживания админзданий, благоустройства и организации отдыха населения, убеждает коллег глава профильной комиссии. Они готовы сотрудничать с городом и выполняют те планы благоустройства, которые будут утверждены исполком Одесского городского совета. И это будут как раз планы дальнейшего развития трассы здоровья. С сохранением рекреационного назначения этой территории. Но оппозиционные депутаты не верят. Считают, все закончится тем, что этот кусок побережья будет застроен высотками. Такое уже проходили и не раз. Бьют тревогу и активисты. На склонах уже началась незаконная вырубка деревьев. Общественники протестуют против такого, как они говорят, Дерибана земли. Пытаются докричаться до мэра, но охрана их выводит. Тихо, спокойно. Тихо, спокойно. Половина из вас тоже будет подслеживанием. Еще одним своим решением депутаты выделили коммерсантам 15 соток земли в переулке Красной на углу с легендарной Дерибасовской. Здесь построят очередной торговый центр. В месте, где традиционно не пройти, не проехать из-за припаркованных машин. И еще с десяток вопросов, касающихся передачи в аренду побережья, продажи земли по подозрительно низкой стоимости и многое другое. Мне казалось, что те уголовные дела, которые заведены, возможно, утихомирит какой-то коррупционный пыл или некоторые беспредельные, условно говоря, проекты городской власти. Но я так вижу, что абсолютно никто ни на что не реагирует, никто ничего не боится. Напомню, пятерых сотрудников Одесской мэрии, включая Геннадия Труханова, НАБУ подозревает в растрате бюджетных средств. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Скандал в одной из днепровских школ. Ученики пятого класса вот уже несколько месяцев не могут найти общий язык с одноклассником Сергеем. Его семья переселенцы. В 2015 году они переехали в Днепр из Донецкой области. Мальчика практически затравили. Его же одноклассники, невзирая на то, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Несколько лет назад он перенес инсульт. Мама написала заявление с просьбой перевести сына в другой класс. Но после этого его вообще захотели выгнать из школы. Соответствующую петицию написали одноклассники. Адміністрация заперечила про сам факт таких дій у цьому классе. И не совсем дружно, скажем так, ставилась до появи поліції и до розвозу цієї події на загал. Чем не угодил одноклассникам переселенец Сергей и в чем все же конфликт, уже разбираются наши корреспонденты. В ближайшие дни мы покажем сюжет об этой истории. В Кривом Роге фельдшер скорой помощи приехала на вызов пьяной. Она едва держалась на ногах и постоянно улыбалась. По крайней мере, так утверждает мама двоих детей, которая и вызвала неотложку. Как все было, выясняли наши корреспонденты. Это видео сняла Валентина Шкельнюк. На кадрах видно, как фельдшер скорой помощи проходит экспертизу на алкогольное опьянение. Валентина уверяет, медик приехала на вызов пьяной. У ее детей температура была под 40. Вместо помощи работница неотложки вела себя неадекватно. Пришлось вызвать полицию. Фельдшер не заходит, ребенка не смотрит. Он просто стоит возле двери. Мила улыбается, ничего не говорит, слов никаких нет. И просто как бы сползает по двери. Я уже поняла, да, она пьяная. Беджика у нее не было. Показать удостоверение личности она отказалась. Но потом она сказала фамилию Бойко. Сделали экспертизу. Дени 9 миль алкоголя. Для такого состояния, по словам медиков, человеку нужно выпить почти бутылку водки. Как выяснилось, женщина работает фельдшером на станции скорой помощи уже 8 лет. Недавно вышла после декретного отпуска. У нее полуторагодовалый ребенок. На работе мы ее не застали, руководитель уверяет. Его подчиненная была трезвой. Это показали повторные проверки ее состояния. Ей даже легкую степень не поставишь алкогольное опьянение. Почему так? Непонятно. В другом учреждении мы сдали. Она сдала. Не сама. То есть образцы крови и мочи брали установленным законным порядком. И в крови, и в моче по нолям. Главврач все списывает на БАДы, которые его подчиненная принимала в этот день. Говорит, они испровоцировали такое состояние. Однако в полиции эту версию отвергают и настаивают. Фельдшер в этот день была в состоянии алкогольной интоксикации. Теперь ее поведение оценит комиссия. Молодая мама с двумя сыновьями сейчас в больнице, но уже обратилась к адвокату. Говорит, за такое действие медработник должна понести наказание. Сотруднице, а не отложке, грозит увольнение. Правда, если на это даст согласие ее руководитель. Елена Мадалюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Верховный суд рассмотрел иск бывших силовиков и вынес решение в пользу пенсионеров. Несмотря на это, бывшие военные из пяти областей Украины вышли на акцию протестом. Почему собрались и кто поддержал пенсионеров, расскажет Юлия Жешко. Возле Белоцерковского горсовета митинг. Бывшие силовики одержали небольшую победу в войне за пересчет пенсий. Они выиграли битву в Верховном суде. Он постановил нескольким тысячам пенсионеров выплаты пересчитать. Однако не всем. Пенсионеры, иски которых не попали на рассмотрение, все еще вынуждены просить. Ну это единицы, а остальные, которые подавали, никто ничего себе не выбил. Сколько вы получаете? 1400. 1400. Минимальная. Командир вертолета. 23 года. В пенсионный ходил, узнавал. Сказали, все правильно, насчитано. Поддержать людей приехали народные депутаты и местная власть. В том числе инициатор ИСКО, нардеп Сергей Каплин. По его словам, победа в суде это лишь первый шаг. Дальше он намерен действовать под куполом Верховной Рады. И провести в сессионном зале законопроект о снятии ограничений для единого социального взноса. Я очень гордый тем, что именно вы первые повстали и начали ограничивать свои права. Мы не только просим, мы еще запропонировали схему, где найти гроши. Розказую. Перше. Ми разом з депутатами тут присутніми внесли законопроект. 22% единого социального внеску плати кожна родина із зарплати у пенсийний фонд. Ви це знаєте? 22%. Але, увага, плати звичайного роботяга. У кого зарплата до 30 тисяч гривень? Ну, больше 5 не бувало, до 30 тисяч. После 30 тисяч 22% не знімається. Обложив налогами миллионеров, можно пополнить госбюджет минимум на 10 млрд гривен, уверяет Сергей Каплин. Этот же вопрос обсуждали накануне на заседании в Полтаве. Депутаты местного облсовета решили единогласно законопроект поддержать. И направили обращение по поводу повышения пенсии в Верховную Раду и Кабмин. Солидарно с нардепом и белоцерковская власть. Я мав разговор с головой управления Пенсийного фонду Украины Алексеем Борисовичем. И он меня запевнив в том, что ресурс для выплаты вам подвищенной пенсии есть. Ця вся манипуляция с тем, что не было денег, приводилась до требований Международного валютного фонда. Но каким образом повышать выплаты экс-силовикам в парламенте все еще думают. А пенсионеры тем временем почтили память погибших на службе. И уже не веря обещаниям власти, готовятся завтра перекрывать правительственный квартал столицы. Юлия Жешко и Евгений Пахальчук. Подробности телеканал Интер. Премьер-министр Румынии назвала евродепутатов аутистами. Сравнение настолько возмутило общество, что Виорике Дончилле пришлось извиняться за свои слова. Но на этом скандал не закончился. Продолжит Елена Абрамович. Виорика Дончилле заняла кресло меньше трех недель назад, став третьим премьером Румынии за год. Стартовала с многообещающими заявлениями о реформах, которые приведут страну к процветанию. Моя цель, чтобы Румыния до 2020 года была в первой части списка самых сильных экономик ЕС. Тогда молодые люди будут не покидать страну, а те, кто уже это сделал, вернутся домой. Румынские СМИ писали, что работать новому премьеру придется под пристальным вниманием Брюсселя, так как в стране замедлились антикоррупционные реформы. Но споткнулась не там, где ожидали. До прихода в правительство Дончилле работала депутатом Европарламента. И в своем первом телеинтервью разразилась критикой в адрес бывших коллег, которые выступали в парламенте против Румынии. Эти люди дезинформируют, они знают реальность, но они не хотят ее принимать. Я считаю, что эти люди с аутизмом, они не видят и не слышат того, что очевидно для всех. На эти слова немедленно отреагировала румынская ассоциация родителей детей с аутизмом. Это оскорбительно и не первый случай негативного использования слова «аутизм» в политических спорах, настаивали родители. Дончила извинилась, но против нее начали расследование в правительственном нацсовете по борьбе с дискриминацией. Чем закончится эта история для румынского премьера, прогнозировать рано. Но в таких делах уже есть прецеденты. Пару недель назад кресла лишился вице-президент Европарламента Ришард Чернецкий за сравнение польской евродепутатки с нацистскими коллаборантами. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В Киеве объявили победителей конкурса «Книга года 2017». Мероприятие прошло в библиотеке Национального университета имени Тараса Шевченко. В этом году на развитие книга-издательства выделено 100 миллионов гривен. Одну из наград вручил генеральный прокурор Юрий Луцанко. Я просто рекомендую всем читать. Нема книжек обовязковых, нема книжек найкращих. Для каждого человека это должен быть свой список. Но мы есть тем, что мы читаем. Книжка является одним из тех шматочков якора, которые держат нас на земле. Неважливо, где ты есть, тебя держит Украина, в том числе через книжку. Потому что, например, когда я был министром внутренних справ, для меня было потрясением прочитать Голдинга «Повелитель Мух». На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Алена Савченко завоевала золотую медаль по фигурному катанию для Германии. А вот наша сборная пока без наград. Под чужими флагами выступают многие спортсмены из Украины. Почему профессионалы уезжают из страны? Разбирались наши корреспонденты. Когда-то украинка, а теперь гражданка Германии завоевала золото на Олимпиаде. Выступления блестящие. Алена Савченко и Бруно Массо получили рекордные баллы за произвольную программу. Я думаю, что это был лучший прокат за всю мою жизнь. Это фантастическое ощущение. Больше всего я боялась потерять концентрацию. Воспитанница киевской школы много лет тренировалась на катке «Льдинка». Девочка каждый день добиралась на тренировки из Абухова за 45 километров. На Олимпиаде в 2002-м она выступила вместе со Станиславом Морозовым и стала лишь 15-й. Дуэт распался. Савченко нашла другого партнера в Германии. И через три года фигуристка получила немецкий паспорт. У нас катки закрывались. У нас количество льда очень маленькое было. Финансирование тоже очень ограничено. То есть мы не могли привести ей партнера и обеспечить его здесь материально. Тем временем украинские спортсмены пока без единой медали. А в парном фигурном катании нашу страну вообще никто не представлял. Льда катастрофически не хватает даже для сборной, говорит Марина Амерханова, старший тренер. Под ее руководством тренируются лучшие. Но одного катка на весь Киев не хватает. В стране нет ни одной тренировочной базы для фигуристов. Воспитывать чемпионов государству не за что. Поэтому и перспектив завоевать призовые места на Олимпийских играх практически нет. Нужны катки и не один каток, а нужно в разных регионах катки. И наверное очень стыдно, что в городе Киеве нет такой базы. Алена Савченко далеко не первая спортсменка, которая сменила гражданство. Фигурист Алексей Быченко еще 8 лет назад выступал за Украину. Затем переехал в Израиль. На Олимпиаде в Корее бывший украинец стал обладателем серебряной медали. Мы ставим хорошую очень базу спортивную. И дальше на этой базе и за Израиль, и за Канаду, Америку, на этой базе спортсмены добиваются отличных успехов. Тем временем чиновники просто разводят руками. Украина вообще не зимняя страна, написал министр спорта Игорь Жданов на своей странице в фейсбуке еще до открытия Олимпиады. Поэтому медалей как не было, так и не будет. С чиновниками не согласны лишь спортсмены. Настя Архипова чемпионка Украины. Ей лишь 13. Девочка готовится представлять нашу страну на следующей зимней Олимпиаде. Это уже не просто мой хобби, это моя жизнь. То есть я уже без фигурного катания вообще не могу жить. Это как мой воздух. Аналогичная ситуация и в других видах спорта. За годы независимости наши спортсмены завоевали 67 наград. В том числе 11 олимпийских медалей, но для других стран. Данил Снисер, Наталья Шумакова, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ. Не желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин